При обновлении деревьев на проспекте Кирова заменят весь грунт в приствольных квадратах и создадут систему аэрации корней. К такому решению в администрации города пришли на совещание по вопросу сохранения и замены зеленых насаждений на общественных территориях. Выяснилось, что объединение соседних приствольных квадратов невозможно из-за наличия между ними ливневой канализации. Кроме того, такое объединение может стать дополнительным препятствием для доступа людей и техники к отдельным зданиям. А также плиточное покрытие на проспекте устроено на бетонном основании. Поэтому наиболее доступным вариантом будет полная замена грунта в посадочной яме, обустройство дренажа и аэрации корней и прикорневой системы полива. Губернатор области Валерий Радаев ознакомился с ходом реставрационных работ на Старой набережной. Сейчас завершены работы на нижних ярусах. На третьем ярусе идет заливка бетона. Также на ярусах проводится завоз грунта, установка системы полива и освещения. Глава региона потребовал увеличить темп работ, так как, по словам подрядчика, на объекте занято около 80 рабочих. Однако на момент посещения на 400 метрах работали лишь 4 человека. Глава региона посетил также стройплощадку сквера в честь 300-летия приезда Петра I в Саратов. Сроки завершения работ – середина сентября. В Ставрополе завершился третий Кубок Лаврова, который проходил с 15 по 19 августа. Саратовские гандболисты на этом турнире провели 5 матчей и одержали 4 победы. Так, в заключительном матче Кубка Лаврова они победили хозяев площадки гандболистов Виктора 28-26. По итогам соревнований наша команда заняла второе место. Ну а 11 и 12 сентября в Балакове гандболисты с ГАУ Саратов встретятся с австрийским Вествин в играх Кубка ЕГФ.